Мы реально в прошлый раз пропустили семинары, а ситуация на самом деле была интересная. Дело в том, что была некая у нас, мне кажется, пробуксовка такая, связанная с тем, что мы подошли к какому-то пределу, и дальше вроде некуда было двигаться. На самом деле, раскапывая завалы философии Канта и Гегеля, раскапывая завалы философии Канта и Гегеля, я обратил внимание на то, что тут есть любопытный переход, в пределах классической философии от Гегеля Хадиггера. Помнишь, мы с тобой обсуждали, потребуется ли нам выйти за пределы... Чистого разума. Не, не чистого разума, а классической парадигмы. На самом деле, никакого выхода за пределы этой парадигмы не требуется. Есть некое непрерывное движение, не скачкообразное. Чем оно связано? Вот теперь пойдут немного сложные вещи, но необходимо их излагать сложно, поэтому я буду двигаться потихоньку и каждую мелочь обсуждать. Дело в том, что у Гегеля и у Канта есть различение двух субъектов. У Канта это называется различие между эмпирическим и трансцендентальным субъектом, а у Гегеля различие между единичным и все, в чем смысл. По смыслу это различие одно и то же. Что такое эмпирический субъект? Эмпирический субъект – это реальный субъект, который может ошибаться, который, как у Канта, может не иметь дара какого-то, и поэтому способность суждения ему, например, не дается. Он может прийти к ложным заключениям. Эмпирический субъект – он обладает эмоциями, он может вообще, допустим, быть аллогичным. То есть эмпирический субъект или единичный субъект у Гегеля – это настоящий реальный субъект, как он есть. А трансцендентальный субъект или всеобщий субъект – это субъект, который является неким субъектом в смысле науки. Науки о субъекте. То есть когда субъект или сознание берется не в смысле своих каких-то частных особенностей, а в некой своей научной существенности. Есть некая существенность научная, которая предъявляется к тому, как рассматривается субъект. И вот он в науку вводится в виде понятия. И вот это понятие, оно уже на основе этого понятия строится структура того, что представляет собой познавание. Познавание – это некая не случайная процедура, которую совершает некий случайный эмпирический субъект. А познавание связано, естественно, с некой необходимой всеобщей процедурой, которую каждый случайный субъект может осуществить. Скорее он может осуществить, чем на самом деле осуществляет. На самом деле он может ошибиться, он может решать математическую задачу и решить ее неправильно. Из этого не следует на самом деле, что наука эту задачу решить не может. Наука просто, потом другой субъект, опять же, тоже точно так же эмпирически случайного, берется за эту задачу и решает ее. И поэтому есть как бы всегда различие между тем, что рассмотрение берется с позиции какого-то вот этого случайного реального субъекта и с позиции всеобщего субъекта. То есть того субъекта, которым представляется бы, если можно так выразиться, наука. Наука как таковая является неким субъектом всеобщим. И вот она приступает к исследованию, она приступает к познаванию, обладая всеми возможными дарованиями и всеми возможными способностями, которые требуются для того, чтобы познавание было правильным. Она логически не совершает ошибки, она не впадает в эмоции, она не противоречит саму себе и так далее. Вот это вот различие, которое существенно для классической философии. И понятно, почему оно существенно. Потому что они занимались обоснованием знаний как такового, обоснованием научности как таковой. Вспомним хотя бы у Квихтера понятие наукоучения или у Гегеля система наук. Да и если вспомнить, Кантовик тоже пытался обосновать, как возможна математика и естество знания. Все они занимались тем, что пытались обосновать науку. Построить некий фундамент. То есть наука уже была, она уже как-то интуитивно работала. Вот они хотели обнаружить какие-то всеобщие принципы, согласно которому наука действует. Хотели понять, что такое знание в своем существе. Так вот, если теперь обсуждать эти два субъекта, как они видят у Канта и Гегеля, то возникает интересная картина. Дело в том, что если мы вспомним Гегеля, его феноменологи Дудуха, то там единичный субъект представлен только в чувственной достойности. То есть уже во всех остальных формах существования сознания, восприятия, рассудок, там уже субъект всеобщий. То есть там уже Кант покидает пределы как бы вот этого некого субъективного произвола, да, вот какого-то там единичества, да, и, собственно, это занимается уже собственно наукой. Как наука есть в своем существе? Гегель. Это у Гегеля. А у Канта, в отличие от Гегеля, дело на самом деле, это различие между эмпирическим субъектом и трансцендентальным субъектом, оно проведено не очень четко. Иногда складывается впечатление, и как бы Гегель его за это, за Канта, за это критикал, за его эмпирический способ изложения. Канта, который в чем составил? Гегель иногда рассматривает вопрос так, как будто бы речь идет о реальном эмпирическом субъекте, да, иногда переводит разговор к тому, что речь идет о всеобщем субъекте, о неком трансцендентальном субъекте, у которого есть специфические особые, несводимые к эмпирическому субъекту свойства, да. Вот, например, если взять у Канта представление об его самосознании, да, вот у него есть представление такое о единстве самосознания, что интересно, как бы у него вот это вот единство самосознания является основанием тоже самосознания, и вообще является, собственно, причем не просто, у него как бы единство самосознания делится на две, на два вида, на эмпирическое единство самосознания, да, и на трансцендентальное единство самосознания. Он утверждает, что эмпирическое единство самосознания, оно тоже обладает то же дескутно, но это тоже эмпиричное, и поэтому это самосознание может иногда не связывать отдельное представление в нечто целое. Как бы я, которое представлено в различных созерцаниях, может на самом деле отличаться от себя же, в том смысле, что одно созерцание отграничивает от другого, что они для него являются чем-то различным, что оно не объединяет их в неком синтезе. То есть единичное самосознание, оно у него случайно, даже самосознание у него случайно единичное. А с другой стороны, он противопоставляет этому эмпирическому единственному оперцепции, эмпирическому единственному самосознанию, противопоставляет синтетическое единственное самосознание или трансцендентальное единственное самосознание, Которая состоит в том, на самом деле, что как бы внутри, ну лучше говорить так, с точки зрения научности, да, вот есть некое единство, которое предшествует любому синтезу. Он говорит, что вот, например, дело в том, что как бы сейчас я начал Канта излагать, а там достаточно много можно что сказать у Канта. Давай как бы я пока Канта не буду до конца излагать, я просто сформулирую мысль, которая будет важна для того, чтобы понять, что говорит Гигель. Так, смотри, как бы у него получается, что это трансцендентальное единство самосознания является основанием того, что в мире есть мир вещей. То, что мир представляет собой мир тождественных сущих, основано на том, что сознание само себя сохраняет. Сознание само себя сохраняет, оно является единством, и благодаря тому, что оно является единством, все, что к этому сознанию прикасается, все, что входит в него, да, заражается единством от этого самосознания. И становится точно так же единой. В этом смысле становится единым и превращается в мир вещей. То есть мир есть неких тождественных сущих, которые сохраняются в силу того, что самосознание или сознание сохраняет с этими вещами связь. Пока связь сохраняется, пока сознание себя сохраняет, точно так же сохраняется и связь. То есть вещи точно так же становятся тождественными или сохраняющимися. Вот основание, по которому Кант начинает созерцание. Дело в том, что то, что Кант называет созерцанием, у Гегеля этому соответствует восприятие. Но Гегель, кроме восприятия, подставляет некую еще одну форму существования сознания, именно чувственную достоверность. И вот вопрос возникает, зачем он это делает. И выясняя этот вопрос, можно будет понять, как потом можно будет перейти к Гегелю. Дело в том, что эта подстановка, эта попытка подставить под восприятие некое предыдущее состояние, попытка обосновывать восприятие, оно является само по себе необоснованным. Оно является, можно так выразиться, конъюнктурным. То есть Гегель понятно, почему это делает, но фактически такой позиции, как чувственной достоверности, не существует. Но мы уже об этом уже говорили. В чем тут дело? Дело в том, что если бы у Гегеля не было чувственной достоверности, тогда у него первой формой существования сознания являлось бы восприятие. И тогда действовал бы принцип Канта, согласно которому, поскольку сознание является в себе чем-то тождественным, поскольку оно сохраняет себя, точно так же и вещи являются чем-то тождественными, сохраняют себя. Поскольку они соотносятся с тем, что тождественно, и сами становятся тоже тождественными. То есть они заражаются этой тождественностью. И тогда на самом деле это тождественное сознание, которое сохраняется среди многообразия, оно представляло бы собой некую всеобщность, которая не является всеобщестью понятия. Есть как бы всеобщность понятия. Мы это обсуждали, кстати? Да. А есть единство субъекта, единство самосознания. Это разные вещи. Когда сознание стоит и все вокруг него движется, в некотором смысле оно является всеобщим к тому отношению, что все движется, а оно сохраняется. А с другой стороны, мы понимаем даже, что есть некая всеобщесть понятия, которая точно так же образована. То есть понятие есть нечто сохраняющееся, многообразие вещей, которые под это понятие подводятся. То есть много единичных подводится под некое единство понятия. И понятие по этому всеобщность понятия, то есть применимость одного понятия ко многим единичным, и всеобщность субъекта, а именно сохранение его, этого субъекта, сохранение его многообразия, это разные вещи, разные всеобщности. И вообще, можно ли здесь называть эти вещи одним словом, всеобщностью? По-видимому, нельзя. Но, почему я использую этот термин всеобщество? Потому что у Гегеля эти всеобщности объединены. У него всеобщность сознания, а именно то, что оно сохраняет в себе. И всеобщество понятия, а именно это как бы всеобщество мышления, потому что понятие принадлежит к мышлению, у него одна и та же всеобщность. В силу того, что у него сознание и мышление это в принципе одно и то же. У него сознание и мышление одно и то же, и всеобщность, которая является всеобщностью сознания и всеобщность мышления, одна и та же. Но всеобщесть мышления связана с понятием, а всеобщесть сознания связана с тем, что оно просто само себя сохраняет в реальном потоке. Теперь, вот мы обратимся, и поэтому, я просто закончу, если бы мы начали бы с восприятия, если бы, точнее, Гегель, своей феноменологией духа, начал бы разговор с восприятием, то тогда получилось бы, что восприятие, он имеет некую всеобщесть, которая не является всеобщестью понятия, которая не сводима к мышлению. Которая может мыслиться, конечно, но к мышлению она не сводима, потому что она имеет просто другую природу. И это означало бы, что у Гегеля не получается тотальность мышления. А получается, что некая тотальность сознания, которая распалась на нечто, что связано с тожеством субъекта, а именно мир вещей, и нечто, что связано с тожеством понятия, а именно мыслимый мир. Давай просто пойдем по этой линии, чтобы понять, как переход отсюда Хадигеру. Получится так, что есть на самом деле два мира, которые соотносятся с другими. А именно, мир вещей, не мир чувственный, не поток каких-то чувственных данных, не какое-то мельтешение или мелькание, непонятно чего. А именно многообразный некий мир вещей, который обладает, как он нам видится в реальном феноменальном опыте. То, что мы когда открываем глаза и видим, вот этот мир сразу же во всем многообразии, как мир вещей, сразу дан. Причем данным без помощи понятия. То есть на уровне восприятия мир нам дан без помощи понятия. То есть здесь еще мышления нет. Это очень важно, это ведь на самом деле нетривиальная вещь. Многие с этим как бы не согласны, просто в силу того, что привыкли. Что согласно классической философии, мышление есть везде. То есть только в чувственном потоке, где-то там происходит какое-то движение. Да, мышление нет. В предситуации. Да, в предситуации. В неком, в самом простом, в неком логическом предшествующем. Даже как бы не исторический, не генетический, а просто логический. Нет, но есть опыт проживания, допустим, это теплота. Вот ты ощущаешь теплоту и проживаешь эту теплоту. Как бы такой опыт редуцированный, наверное, есть. То есть можно как бы из восприятия редуцировать, сосредоточиться на каком-то отдельном чувстве, например, на чувстве теплоты и его проживания. Но тут же как бы вся эта логика восприятия тоже работает? Конечно. Что вот как бы теплота это, что значит, это вот мы различили теплое и холодное. Как бы мы создали эти классы, так сказать, различия, помыслили все это. Ну как там атрибуты все этих вещей или как бы качество возникает в восприятии. Самое главное, что это будет переход все равно из восприятия. Первичным опытом является восприятие. А вот уже переход первичности… Нет, но у Гигеля восприятие такое. Да, у него как бы там уже сказано, что есть как бы опосредование восприятия. Есть вот эта развлеченность. Вот. Теплое, опосредованно холодное. Вот. И если даже теплое доносом по себе, то на самом деле оно опосредованно холодное. И вот здесь как бы в этом опосредовании работа мышления исключена, насколько я понимаю. Да, но как бы я против этого хотел возражать. Да. Возражать. Но пока как бы мы не будем по этой линии идти, возражения. А мы пока остановимся на том, что предположим, как бы я выдвинул некий… Потом я представлю эти аргументы, да, выдвинул… Говорю о том, что пока принимаю на веру, что в восприятии нет работы понятия, нет работы мышления. То есть восприятие – это некая ситуация, в которой мышление отсутствует. Оно там, конечно же, может присутствовать. То есть оно может там работать. Почему может работать? Потому что там уже появляется некая тождественность, и то есть мышление может начать свою работу. Но оно не обязательно там присутствует. И получается, что тогда самое главное, что тотальности нету, да, и как бы вся философия Гегеля, она, ну, как бы, становится несостоятельной. Причем вся философия. Просто получается, ну, вся философия в каком смысле? Что Гегель же хотел получить некую тотальность, которая логическая, да, и все свести к логике. И он считал, что вот есть, как бы, вот эта логика тотальная, да, она пронизывает весь мир. И благодаря тому, что эта логика есть, обосновываются все науки, все обосновывается из философии. Все сводится к философии, к искусству, к искусству, к религии, всякое представление, образ. Все сводится, редуцируется к понятию. Все. Потому что, собственно, если есть тотальность мышления, да, то все, что лежит вне этого мышления, это не сникие случайные формы представления этого мышления. То есть, допустим, искусство как понимается? Искусство понимается тем способом, что в нем истина, то есть понятие, да, дано в некой чувственной форме. То есть, в некой неправильной, несоответствующей самому понятию форме. Например, в религии это как бы представляющая форма, да, тоже уже, несоответствующая самой истине. И только единственная форма, которая соответствует истине, это мышление. И поэтому нужно истину представлять в форме мышления, то есть форме понятия. Это и есть правильная форма для истины. Истинная форма истины состоит в том, что истинные есть самодвижущиеся понятия. А здесь получается, если мышление не является тотальностью, то у нас на самом деле по крайней мере есть две сферы. Первая сфера это сфера мира вещей, которая является независимой от мышления. И вторая сфера это, собственно, сфера мышления. Эти две сферы как-то соотносятся, и они не могут быть друг к другу редуцированы. Более кантовская такая ситуация. Да, это именно кантовская ситуация. Потому что Кант проводил это различие между тем, что дано в созерцании, и тем, что мыслится. Дело в том, что еще можно обратить здесь внимание, как маленькое замечание, что вот Кант говорил, что созерцание и рассудок это существенно разные способности. С помощью созерцания нам предметы отдаются, с помощью рассудка предметы мыслиться. А у Гегеля рассудок является воспринимающим. Кант говорил, что наш рассудок является созерцающим рассудком. То есть рассудок может только мыслить. А вот у Гегеля не так. У Гегеля рассудок является воспринимающим. Иначе говоря, что согласно Гегелю, как бы, это, а что означает, что есть рассудок воспринимающий? Значит, что восприятие является рассудочным. Да, что восприятие – это просто некая форма рассудка, в которой мы просто не понимаем. Да, что как бы мир есть, уже мир понятий. То есть мы этого просто не знаем. Мы когда что-то воспринимаем, мы еще не догадываемся, на высших ступенях мы уже догадываемся, да, что мир есть на самом деле, мир, который мы сами создали, да, исходя из рассудочных понятий. Но когда мы воспринимаем, мы как бы на нижних уровнях, на нижних формах, мы это не понимаем. Потом, у него же как получается? У него получается, что мир вещей, восприятие – это всеобщность чувственная, но тем не менее этот же мир точь-в-точь становится миром для рассудка, потому что рассудок воспринимающий является. Мир сам не изменился, просто к восприятию подключился рассудок. А потом выясняется, что рассудок обнаруживает, на самом деле, что в этом мире некие всеобщности безусловные. Чувственные всеобщности являются обусловленными всеобщностями, потому что они от друг друга зависят. Некие безусловные всеобщности, то есть понятия. И этим самым переходит к самосознанию. То есть понимает, на самом деле, что мир есть, и что иное, как мир, произведенный им самим. То есть у него есть, прямо, это единая линия того, что изначально никакого мира, как у Канта, мира тождественных сущих, у него не было. У него изначально мир представлял собой, ну, можно так выразиться, в чувственном состоянии, был потоком. Или хаосом, можно сказать. И потом этот хаос обрабатывается понятием и втягивается. Втягивается в мышление, как бы, собственно, в мышление есть все. Поскольку все знание может быть выражено в мышлении. Как тут возможен переход к ха-грибу? Почему я говорю о том, что здесь есть прямой переход к ха-грибу? Дело в том, что вот эта новая сфера, которая появилась, помимо сферы мышления, это вот сфера вещей, она позволяет мыслить мир, как нечто подобное языку. Или подобное знаку. Но поскольку мир не является одним знаком, мир, скорее, является системой связанных знаков, то есть является языком. Почему? Потому что есть непосредственно текст, а есть смысл этого текста. То есть вот можно предположить, что, ну, как бы, сделать, построить такую аналогию, что мир вещей есть некий текст, а вот все смыслы, которые возникают в этом тексте, которые мы вычитываем, когда мы на этот мир вещей обращаем свое внимание, да, это есть некая, как бы, потусторонняя этого мира, смысл его. То есть мир вещей как бы вот распался как знак на то, что мы схватываем в качестве чего-то материального, некого движения, например, если я, например, говорю, то это речь, да, если я пишу, то это письмо, да. Но за этим письмом и речью есть некий смысл, который я пытаюсь донести. То есть и так же и мир по аналогии строится. То есть есть некие вещи, они как-то связаны, что-то происходит в этом мире, да, вещей. И я на основании того, что я вижу в мире вещей, строю нечто как бы какое-то, пытаюсь понять, как же связаны вещи, пытаюсь выстроить в заднем плане, да, как бы смысл того, что я вижу. То есть иначе говоря, мир, понятый как язык, это и означает переход к категорию. То есть мир на самом деле не представляет собой некую редукцию логики, а мир представляет некое сложное сущие. Он представляет собой вот такой, как я говорю, сэндвич, да, как-то состоящий из двух слоев. Передний план, который мы видим, это мир вещей, и задний план, то есть то, что мы понимаем как смысл. И тут будет важно сразу выяснить разговор, что представляет собой это. Мир является миром вещей, да, в том смысле, как она, каких-то незаинтересованных сущих, да, которые мы вот в незаинтересованном неком научном мышлении изучаем. Или все-таки мир становится миром подручных сущих, да, то есть подручных вещей. Так сразу возникают просто вот эти вот все разговоры о том, что такое мир, да. Мир есть мир вещей, а что такая вещь? Как его надо понимать? Надо ли понимать так, что на самом деле весь мир формируется вокруг нашей возможности, наших возможностей и наших способностей с этим миром соотноситься, да. как бы мы спроектированы на мир, наши возможности, наши способности спроектированы на мир, и тем самым мир представляет одновременно нечто сам по себе, в том смысле, что у него есть свои связи, и в то же время как бы нечто, что мы хотим в этом мире увидеть. Эти смыслы, которые как задний план, как потусторонний этого мира, мы ухватываем, исходя из того, что мы пытаемся в этом мире понять. И понимание это может быть разное, может быть мифологическое понимание. Мы смотрим, допустим, на то, что происходит с светилами на небо, и представляем о том, что какие-то боги сходятся, расходятся, они рожают детей и так далее. То есть мы можем понимать, что, например, магнит притягивает какое-нибудь железо или какой-нибудь металл, мы можем понять, что у магнита есть душа и так далее. То есть мы, потому что мы воспринимаем в мире вещей, мы можем выстраивать некие, если сейчас говорить о современном языке, теории того, что представляет собой мы. И тут важно, на самом деле, что вот сам этот мир, он не редуцируем, никаким образом теория. В принципе, не редуцируем. Более того, если он был бы редуцируем, тогда было бы невозможно ни физика, ни любая экспериментальная наука непонятно, что собой представляла. Если бы сам по себе вот этот мир, мир вещей, такого мира бы не существовало, если бы действительно все было бы мышлением. Вот это пока вот такой вот переход к хадигеру, переход просто к языку. А поскольку язык является домом бытия, то есть он понимается как нечто, что очень тесно связано с миром. То есть мир для нас представляет собой язык. И есть два способа читать этот мир. Можно этот мир читать непосредственно в действии, как животные осуществляют это действие, переходят от одного, от одной ситуации к другой. Они проживают мир, они как бы читают его своими действиями. Они там кушают, спят, ловят мышей, они что-то делают. Они переходят от одного действия к другому, они мир прочитывают. Они в него вписаны, они им захвачены, и они его прочитывают. А можно понимать, что в отличие от животных, у нас есть способность языка, и мы дублируем мир, мы можем точно так же, как животные, прочитывать мир в действии, то есть так же действовать и своими действиями читать мир. Я беру топор, начинаю рубить дрова, и вот все это действие, старушек рубит. В некотором смысле все эти действия представляют собой чтение, мир прочитывается через действия. А могу на самом деле просто говорить, высказывать некие... То есть говорить или писать, что-то, короче, фиксировать мир в языке. И двигаться потом только в языке. То есть язык позволяет освободиться от непосредственного действия. Действие предполагает, что его нужно проделать непосредственно в самой реальности. Вот, например, отсюда очень интересно, можно было бы дальше двигаться, пытаясь понять... Информативная сфера, когда одновременно рассказывание является действием. Слово является действием. Да. Одновременно. Именно так. Это как в качестве исключения? Нет, это не исключение, это просто некое специфическое понимание, что такое действие. Действительно, для людей, есть же слова побуждения, для людей. Слова уже становятся второй сферой, реальностью. Для нас слова же тоже представляют собой некую реальность. Мы от слова обижаемся. Мы на слова, как бы, мы в сервисах к словам относимся. Правильно? Я говорю о конкретных словах, например, прости. Это одновременно, это действие. Я же и говорю о том, что для людей мир языка, речь и письмо становятся второй реальностью. Это для нас так. Если бы ты был на необитаемом острове, никакого такого, никакого перформанса было бы невозможно. Он и как раз и возможен благодаря тому, что для нас, между нами, между людьми, уже существует два мира. Не только мир вещей, а есть и второй еще мир. Мне кажется, что Сонин замечание, что оно означает, что на самом деле, вот эти две сферы, вот эти бытования мира, их не так легко различить, как кажется. То есть, это различие, это скорее, вот как мы тут уже несколько раз сталкивались, скорее и грани, вот эти двуграни, как бы перетекающие к друг другу. Эту границу тоже очень трудно провести между, так сказать, непосредственным вот этим действием и языком. И вот этот, допустим, вот этот перформатив, там вот эти вот, там всякие приказы, допустим, которые пишут, там еще что-то, там роспись какая-нибудь, ну, все эти вещи, которые любил, там, этот Деррида. Вот, это как раз вот, это точка, так сказать, точка перетекания одного в другое, пограничные, как бы, пограничные феномены. Ну, да, я согласен. Поэтому это разные вещи. А оно ведь не исчезает, да, то есть, оно присутствует, оно не исчезает. От того, что оно, как бы, сложное, такое перетекающее, от того, что это некая игра, оно не исчезает. Это важно. Это важно. И самое интересное, что тем самым оправданно, я имею в виду про язык, да, что, как бы, вот вся эта современная философия, она ведь каким-то таким интересным способом только вышла к языку, да, и вообще занимается ее языковыми какими-то практиками. То есть, пытается, как бы, работать с языком. И это, видишь, не про... И сам Хадиггер этим занимался. Ну, да, но в чем отличие, да, то есть, вот, допустим, понятие, ну, это я сейчас немножко фантазирую, ты поправь меня, понятие, оно совершенно свободно от своего способа, там, не знаю, выражения, оно вообще не обладает никаким материальным коррелятором. Я как раз вот этим, как раз и хотел спорить. Ну, я имею в виду в классической парадигме. В классической парадигме, да, что язык является только способом передачи. Да, и я говорю не про язык сейчас, а про понятие. Как бы, ну, попытаюсь... Я считаю, да, вот, а я хотел сказать, что понятие, вписанное в языке, не существует никаких понятий, ни языка, в принципе, не существует. Ты забыгаешь, опять же, вперед. Ну, как бы, мы сейчас говорим на понятийном, опять же, языке, и вот есть понятие «понятие», а есть понятие «знак». Вот, и то, и другое ты сейчас употреблял, вот, и не случайно два разных слова, что их, вот, как бы, различает с точки зрения того, в каких системах они родились. Вот, понятие родилось в системе классической философии, и у понятия, как бы, есть, как бы, применение, оно может себя обнаруживать, там, в разных предметах, мы можем, так сказать, его прикладывать к разным предметам. Но у него нет материального корреля, нет, как бы, носителя, так сказать, нет, не знаю, ну, вот, знак, да, в чем отличие? Знак, он всегда, действительно, это есть и некое означаемое, да, то есть, некий смысл, там, некий, но и всегда некое означающее. Это либо звучащая фонема, там, либо какой-то графический знак, либо дорожный какая-то картинка, знак. То есть, это всегда мостик такой, действительно, между, как бы, двумя мирами. Вот, а понятие полностью там, ну, с классической точки зрения, опять же, вот, то есть, в этом мире идей, как бы, в идеальности, понятие идеально, знак не идеально, вот, и в этом его, как бы, ну, существенное отличие и, как бы, большее богатство этого конструкта. У него есть идеальная сторона, смысл, означаемое, да, и реальное, так можно сказать, да. А является ли знаком, ну, вот такая конструкция, которая в качестве, вот, ну, как ты говорил, знаки соединяются в две реальности, одна вот, нет, ну, две сферы, реального и идеального, да, а если вот эта вот первая сфера, та, которая означает, то есть, если означающее является уже идеальным, может ли? А каким образом? Ну, вот, приведи мне пример такого знака, еще раз, под реальным я понимаю, как бы, собственно, ну, как сказать, материю, субстратуру, фонема, допустим, вот я говорю слово, да, ты, на самом деле, не замечаешь, проходишь сквозь нею, сразу переходишь к идеальному смыслу, но она существенная. В этом и есть смысл знака, если бы ты застревала в знаке, как в неком значке, у меня не было бы знака. Я поняла, что такое знак. Ну, будь я картавым, допустим, да, было бы сложнее, а там, проговори я чуть-чуть, и тут вообще очень интересно играем, потому что, так сказать, это факт же, опять же, тоже языковой, ну, там, языкознание, что человек до неузнаваемости может изменять, вот, само означающее, вот этот фонетический, допустим, набор, да, или, а все равно знак остается понятным, ну, как бы, до каких-то непонятных пределов. Вот, то есть, как люди, там, словообразованием занимаются на всяких форумах и так далее, да, все равно, как бы, сразу почему-то понятно, о чем идет речь, там, ну, не суть, вот, ну, потому что, вот, реальный вот этот коррелят присутствует. Панема, картинка, там, иероглиф какой-то, жест, все что угодно. Всегда вот этот переход от знака к его смыслу, да, вот от знака к его значению есть всегда некая вещь, которую мы не замечаем, но в этом состоит смысл. Ну, если один смысл, означает другой смысл. Это вот как раз то, что, не один смысл означает другой смысл, а один смысл связан с другим смыслом. Что значит означает? Связан. Ну, нет, ну, Соня тоже, как бы, нас сразу в какую-то пост-пост-классику погружает, говоря о том, что, может быть, и это, вот, казалось бы, очевидное различие, не так и очевидно. То есть, может быть, как сказать, знак является знаком знака, так сказать, или, может быть, сам... Ну, лакрос, в смысле, конечно. Ну, там, да. Либо, может быть, сам знак является, как бы, вся структура целиком, материалом, вот, в качестве означающего для, как бы, для какого-то более сверхзнака, да. То есть, мы, как бы, уже знак используем, так сказать, не напрямую, а... Давайте тогда, чтобы им не быть голословно, я пока подумаю, если я придумаю такой знак. Ну, там, я не знаю, ну, это так очень условно, да, ну, допустим, ты едешь, ну, ты видишь, допустим, иностранное слово, да, вот, в художественном фильме, там, как он, на витрине магазина. И, по идее, этот знак означает, ну, вот, если переводить это слово, да, означает какой-то смысл, там, не знаю, допустим, обувь, да, продают в этом магазине. Ты мог бы прочитать обувь, но ты прочитываешь этот знак так, что речь идет об Испании, потому что это испанский язык. И этот знак, как бы, весь целиком означает уже, как бы, нечто большее. В зависимости от другого, может быть, семантическую систему какую-то там знаковую. Вот. Ну, может быть, это вообще, как бы, детали, которые сейчас не важны. Не, просто, они... Отклонение от общей линии, потому что пока мы не занимаемся языком так сильно. Да, ну, просто, я просто, как бы, показываю, как из классической философии получается выход к Хадигеру и всем вот этим вещам, связанным с языком. И дело в том, что если мышление переставит быть тотальностью, если возникает две сферы, как бы, да, как бы, да, причем сферы, несводимые друг к другу, да, то возникает именно вот разговор о знаках. И тогда понятно, чем занимался, собственно, Гейгер. Гейгер занимался тем, что он пытался построить некую формальную систему, да, внутри которой, вот, науку-логики, что-то внутри которого зафиксировать все знания в некотором самом обобщенном и наиболее предельном виде, да, вот он хотел это зафиксировать, его написал науку-логики и считал, что тем самым, как бы, он завершил философию. Почему? Потому что философия достигла своего предела в том смысле, что, как бы, получена некая истина, да, в последней инстанции, потому что дальше уже двигается просто некая логическая истина, как бы, вот она должна была, по идее, из нее должны были получаться все другие истины, как частные случаи этой вот огромной, единственной логической истины, а именно той истины, которая уже выражена в науке логики. И все бы было бы хорошо, если бы действительно все, если бы действительно мышление было тотально. А поскольку мышление не тотально, поскольку существует вторая сфера, да, то он на самом деле просто выразил, что? Что в мышлении действительно есть такая тотальность какая-то, да, тотальность мышления, которая состоит из того, что ее можно свести к логике. Но из этого никак не следует, что весь мир сводится к логике. Вторая часть мира, которая состоит из тем, что он мир вещей, она принципиально иной природы. И поэтому у Гегеля получалось так, что все виды искусства, все виды религий сводятся к философии, потому что философия обладает истиной, единственная дисциплина. Ты здесь ощущаешь, что у нас искусство, да? А теперь получается, что оправданное искусство, оправданное поэзие, все это имеет специфическую, это не является специфической формой какой-то истины, которая обладает философия, а это действительно особые вещи, которые вообще никак не сводимы к логике, к мышлению. То есть вот эта вот вся совокупность нашей жизни, в которой мы живем вечной жизнью, да, а именно там, вот мы же возимся постоянно с этим, да, что-то делаем в реальной жизни, что-то выстраиваем, государство строим там, общаемся, да, детей растим. Все это становится вдруг оправданным, да, оправданным не потому, что как бы вот есть некая логика, которая это все оправдывает, а само по себе, потому что все это есть другая сфера жизни, помимо вот логической сферы жизни. Просто вот я уже рассказывал о том, что я как бы 10 лет прожил как бы с мыслью о том, что самое главное в жизни это логика, вот все вот эти материальные как бы обстоятельства, это все несущественно. Я даже называл себя, что типа я на самом деле давно умер уже, типа, да. Коротко это звучало так, жить не стоит. А теперь получается, что две сферы, и обе важны, и в каждой надо, ну, с точки зрения, вот, если можно говорить о смысла жизни, да, это я так пытаюсь уже какие-то выводы делать, в каждой надо реализовываться, то есть надо как бы и в мире вещей что-то созидать, да, и в мире как бы мыслей что-то двигать. Недостаточно двигаться только в одной сфере. Какой кошмар, да. Это же важно на самом деле. Так, но теперь как бы вот можно перейти, то есть вот мы понимаем выход, да, Хадеггер, понимаем выход, там, Деррида и вообще как все, даже к аналитической философии, и почему аналитическая философия не любила, собственно, философию, да, и почему она считает, что метафизика это и есть сборище, там, это заблуждение, да, сборище вопросов, которых не существует, да, там. Неправильно поставленных, неправильно сформулированных проблем. То есть достаточно переформулировать проблемы для того, чтобы они просто исчезли. Понятно, почему они так к этому относились. Потому что действительно классическая философия слишком много на себя взяла. Классические философии, как я теперь думаю, проект классической философии состоял в том, чтобы все свести к мышлению. Начал этот проект, где этот Декарт, да, вот со своего вот мыслью следовательно существует, это реально есть заявление на то, что мышление стоит в начале всего и, собственно, обосновывает все. Только у Декарта, пока это не звучало, у Декарта не было еще содержательного выстраивания вот этого тоже события и мышления. Не было содержательного выстраивания. Оно началось здесь на самом деле реально с Канта. Причем Кант еще философ правдивый, да, и он вот как бы многие вещи у него просто проглядывает так, как они на самом деле есть. Потому что у Канта ведь... Тоже было совесть. Да, да, да. Не то, что у Канта. У Канта ведь тоже, если его читать правильно, это так, как он пишет, у него ведь созерцание... Как он пишет, помните, когда я говорил про дедукцию категории? Он говорит, что должно быть так, чтобы всякое наше представление сопровождалось я-мыслью. Могло сопровождаться я-мыслью, да. На самом деле эта заявка есть к тому, что в любом созерцании уже присутствует мышление. То есть это уже... Ну, Кант этой линии точно не придерживается. Если он из-за того, что у него субъект двоится, то он эмпирический субъект, то он трансцендентальный субъект, то у него точно так же двоится постоянно понимание. У него созерцание мышлением обладает. Да. Почему это нужно? Потому что это нужно для трансцендентального обоснования применимости категории. Нет, ну и потом сопровождать, как мы уже обсуждали, это как бы уже несколько другая ситуация, чем Гегелевская. Гегель никогда бы не допустил, чтобы это было сопровождение. Это должно быть одно и то же. И восприятие мышления должно быть одно. Ну, разная форма. Разная форма, но и того же. И не даром Гегель говорит... Это различие должно быть внутри мышления. Вот так как. Да, да, да. Именно так. У него внутри субстанции, лучше говорить, субстанции духа, есть различие между разными формами существования этого духа. А, собственно, дух есть это нечто... Есть тотальность мышления, да. Причем Гегельская философия, она же ведь основывается, казалось бы, на... Вообще на все античные философии, да, на тождестве, бытие и мышление, которое идет аж с парменида. Да, и как бы получается, что Гегель не только заканчивает философию классического немецкого идеализма, он заканчивает в принципе всю философию, это новоевропейскую, да, завершает. Тем, что выстраивает вот некую систему тождества, бытия и мышления, выстраивает ее в форме того, что указывает, каким образом связаны все возможные формы мышления и в истории философии, и, собственно, в движении самого духа, да, от простейших форм до каких-то высших форм. Но я как раз занимался немножко парменидом, для того, чтобы выяснить, в каком смысле понимает парменид о тождестве, бытие и мышлении, и понял, что когда пармениди говорят о тождестве, бытие и мышлении, это и есть натяжка, что это есть некая интерпретация парменида с позиции... Того же Гегеля. Да, того же Гегеля, именно так. Дело в том, что у парменида есть высказанность, что быть и мыслить одно и то же. Есть высказанность, но оно как бы немножко не вписывается в его систему. Дело в том, что у меня есть другое высказание, что быть и быть мыслимым одно и то же. Тут все-таки разные вещи быть, это быть и мыслить, да, одно и то же, и быть и быть мыслимым одно и то же. У него как раз... Быть и быть мыслимым? Да, быть и быть мыслимым. Ты просто уточняешь перевод или ты... Нет, я не уточняю перевод, в другом месте написано. Быть и быть мыслимым одно и то же. Ибо без бытия ты не найдешь мышления. Ибо без сущего, о котором мышление, ты не найдешь мышления. Обоснование как идет? Ибо мышление есть... Ибо мысль есть мысль о чем-то. Существующим или несуществующим? Существующим. Это я сейчас уже... Что оно существует и несуществующим, что оно несуществует. Нет. Именно что только мысль может быть только мыслью, а существующим. Не может быть мысль, а несуществующим. Нет, ну это я тебе дословно сюда-то привожу. Что? То, что я сейчас сказал, что мысль есть мысль о чем-то, существующем или не существующем, это уже Платон. Платоник в диалоге поменит, там как бы Сократа вопросы задает, он говорит, мысли есть мысль о существующем или не существующем? Конечно, существующем. Нет, нет, это вот есть одна фраза, мысль о чем-то, потому что мысль есть всегда, есть мысль о чем-то, существующем, что оно существует, и несуществующем, что оно не существует. Нет, это ты уже как бы Протогор сюда потащил. Протогор так говорил, что человек есть меры всех вещей, существующие, что не существует, а несуществующие, что они не существуют. Позор мне. Да нет, это не позор, это нормально. Протогор. Но это софист. Важно в том, что не будем на философии Пальменида останавливаться. Дело в том, что у Пальменида идет речь о другом, немножко о другом. Гитель понимает тоже события и мышления в содержательном смысле. Он имеет в виду, что все содержание мира сводится к мышлению. Иначе говорят так, содержание мира и содержание мышления есть одно и то же содержание. То есть, есть некая пленка между мышлением и потусторонним нашего мира. Так вот, потусторонняя мира, то есть его сущность, это та же самая нечто мыслимое. То есть, оно относится к мышлению. Сущность есть нечто мыслимое. И поэтому есть только две формы существования одного и того же содержания, а именно форме природы и форме духа. Одно и то же содержание мыслимое находится в двух формах. В форме природы и форме духа. В форме природы это есть, как выражался Шеллинг, окаменевший интеллект. В форме духа это понятно. Это живой интеллект. А Бог является в данном случае некой логикой, которая пронизывает все эти сферы. То есть, логика пронизывает мышление как таковое и оно пронизывает и природу и дух. И здесь возникает известная троица, между тем, что Бог как абсолютная идея рождает природу или мир, это Бог-Сын. И через них возникает Святой Дух в виде Духа, который становится в духовной сфере и в человечестве, прежде всего, обретает свое присутствие. Но это уже как бы отклонение. Важно что понять? Важно понять, что философию Парменида привязывают, что философия Тождества началась с Парменида, и это неправильно. Опять же, допустим, если даже брать Декарта, то ведь у Декарта Тождество, Бытие и Мышление совсем в другом смысле понимается. Она понимается в том смысле, что субъект в мышлении находит удостоверение самого себя. То есть, когда я мыслю, и пока я мыслю, я существую. То есть, в мышлении есть способ, каким субъект, точнее я, удостоверяет, что он является чем-то достоверным. То есть, опять же, Тождество Бытия и Мышления понимается совсем в другом смысле. То есть, есть три смысла, каким образом понимается Тождество Бытия и Мышления. Философия Парменида – это особый случай. Его надо просто отдельно рассматривать. Философия Декарта – это второй вариант. И философия Гегеля – это третий вариант, который совершенно имеет свой смысл. Тогда теперь, если мы понимаем, как мы переходим от философии Гегеля к философии Хайдегера и Дериды и прочих, то нам, на самом деле, важно теперь понять, как это обосновывается. Обосновывается, как я говорил, это просто. Это через философию Канта обосновывается. Делаем от Гегеля к философии шаг назад и указываем, на самом деле, что восприятие и всеобщество, которая дана восприятие, как тождество вещей. Есть и на всеобществе понятия. Обосновывается это так. Но для этого надо показать, где у Гегеля возникает ошибка или переход. Почему так случилось, что Гегель этого не заметил, если так можно выразиться? Мы же не можем считать, что Гегель мошенен. Что он решил просто во что бы то ни стало доказать, что Бог есть. Ему во что бы то ни стало надо было объединить все некое единое. Некую единую тотальность. Ведь еще есть, на самом деле, две всеобщности, которые не сводятся к всеобщности понятия. Это всеобщность родов и видов живых организмов. Вообще органической жизни. Вот стоит дерево, оно живое. Мы это тоже обсуждали. Или животное, например. Оно живое. Оно само по себе есть репрезентант некого понятия живого. Вот есть некий род, например, человеческий род, или род кошачий. Но он живой. Он как бы понятие, конечно. Да, мы понимаем, что это похоже на понятие. Но в отличие от понятия, оно является живым. Потому что вот есть репрезентант, кот, который относится к этому понятию. Не даром, например, у Аристотеля есть два рода сущих. Вот у него есть первая сущность, а есть вторая сущность. Первая сущность – это вот единичные всякие вещи. Да, есть как раз роды. Есть как раз роды. И причем как раз категории, то есть понятия, да, они сказываются как о первых сущих, так и о вторых сущих. То есть понятия и вот эти первые и вторые сущи различные. Уже у Аристотеля, и у Аристотеля понимают, что это различные вещи. Есть всеобщесть понятия, да, а вот есть как бы роды. Роды и виды. И роды и виды – это совсем другое. Это как эмпирическое понятие. Да, это как бы живое понятие, лучше говорить. Ну, или эмпирическое понятие, да. Это как бы возражение как раз к Канту. Ведь Кант считал, что все понятия происходят из априорных свойств наших познавательных способностей. А на самом деле есть же роды и виды. Это живые понятия. Правильно? И то есть получается, что тем самым не все понятия априорные, по крайней мере. Ну ладно, как бы это возражение Канту, кстати, это не мое возражение, это Гегель так возражал Канту. Он говорил, что достаточно обратить внимание на органическую жизнь, чтобы понять, что априоризм в чем-то не прав. То есть это не является понятием чем-то таким, что только на одной стороне находится. Не все так просто, иначе говоря. У Канта же получается, что все очень просто. Что все формы, какие существуют в мире, а именно формы и чувственные, и формы мышления, все они являются на стороне субъективности. И получается, что на долю как бы мира остается только материал, материя, ощущение. То есть это весь мир как бы был обкраден, да, как бы? Обокраден. Обокраден лучше, да, я неправильно говорю. Обокраден. Тоже какое-то странное слово, но обкраден. Обкраден? Обокраден. Да. Ладно. А на деле, поскольку существует животное, органическая жизнь, да, то представление Канта по крайней мере не точно, если так выражаться. Как это так? Мы не можем пространство-современность предать животным, если животное представляет собой некие сущие, у которых есть собственное целеполагание. Они не могут входить в нашу форму, в нашу форму субъективности, если они сами по себе являются цельными и сущими. Да, и значит, пространство и время являются чем-то реальным. Ну, может, мы там целеполагание тоже навязываем, нет? Точно так же, опять же, с точки зрения понятия, они представляются, роды представляются бы живые понятия. Живые понятия. И мы не можем этим родам, не мы навязываем понятия, да? Тем более, речь ведь у Канта идет о категориях, правильно? Какие категории мы навязываем животным? Животное есть род, да, и этот род есть живое понятие. Никакие категории, может быть, категории мы им навязываем, но сам факт состоит в том, что вот это живое понятие как род. Оно существует независимо от нас. Это означает, что все-таки есть понятие, которое вы... Не, ну по-хорошему, если уж так глубоко копаться, так сказать, всегда, наверное, Канта можно защитить, как бы став на крайние какие-то субъективные позиции. Ну, чего мы взяли, что вот взявшись за этот хаос мира, за его как бы неразбериху и неоформенность, мы не взяли кучу разных, так сказать, несвязанных вещей в себе и не объединили под грифом коты. Они, может, так сказать, и не хотели так объединяться, а мы их объединили и сказали, вот это коты. Ты знаешь, что состоит разница? Как бы, разница... Вот у Гигеля есть такая вещь, понятие такое интересное, называется для себя бытие. Но оно означает у него просто самостоятельное бытие. Все, как ты говоришь, было бы так, если бы коты и вообще другие животные, дерево, не имели бы самостоятельного бытия. А в чем оно проявляется? Оно в самостоятельном бытие проявляется не только в том, что они как вещи в себе сами по себе существуют, а оно проявляется в том, что у котов есть, собственно, целеполагание. Но есть оно или нет? Есть. Они себя прокармливают, а они движимы инстинктом, они... У них есть некое... Это... Некое, как сказать... Некое своеобразие есть, не зависящее как бы ни от чего. Да, вот. Они... Не только животные же, еще есть растения так же. А, кстати, у Канта не было проблем с другими людьми. Вот. У него просто как бы всеобщий субъект, потому что... У него ведь невеста ушла там... Конечно, не было проблем с людьми. Вообще, говорят, и правильно говоришь, что возражение к Ату как раз возникает со стороны того, что если правильно понять, как существует другой человек. Понятное дело, что для субъективной... субъективной философии, как бы, если речь идет... Если разговор идет с позиции одного сознания, никаких проблем нет. Да, можно как бы... Ну, да. Все-все нивелировать до уровня вещи, да? Если... Даже других людей может до уровня вещи... Нет, ну, то, что... Да, тут как бы логически поработать. Если несколько, так сказать, источников... Ну, субъект всегда один классический. Если их несколько, кто же эти формы придает миру? Кто-то один должен придавать. Вот. Собственно, как бы... Это наводит на мысль, что субъект, как бы, он как раз не эмпирический. Что это, как бы, некий такой, так сказать, всеобщий субъект какой-то, трансцендентальный субъект. Что это вот такой, как бы, а-ля Бог. Вот. В этом отношении, как бы, он не... Потому что ты говоришь а-ля Бог, это просто гиги. Ну, это да. Гиги как бы додумал. Да, он додумал и так понял. Ну, просто в этом отношении, если он вот такой, как ему не препятствует даже твоя воля как эмпирического субъекта. Не говоря уже какой-то там воле готов. Понимаешь? Зачем привносить сюда, как бы, каких-то целеполагающих котов, когда есть, как бы, целеполагающий эмпирический субъект, который точно так же является, как бы, иным каким-то, и, так сказать... Ну, я понимаю, что, как бы, если встать на позицию субъективности и просто отрицать... Можно же отрицать целеполагание потом, что у них есть собственное целеполагание, что у них собственное воле есть. Ты слышишь, да? Тебя отрицают. И считать, как бы... Причем в действии. Да. В действии отрицают. И считать, что просто есть вещь. То есть так же и другие люди являются вещами. Но ведь философия должна быть честной. Ну, это, да. Это, как бы... Так, может, конечно, все к соликтизму свести, да. Но непонятно, как бы, как с другими людьми у него вообще... Если честно, как бы, я даже не задумывался. Может быть, где-то у него... У него же, вообще-то, есть же практическая философия, да, где возникает разговор об этике. Как он там это обучает? То есть, если Гейгер, как бы, он понятно, вот, так сказать, я примерно очертил, он, так сказать, поднимается над эмпирическим субъектом, он, как бы, у него субъект мышления, как бы, пронизывает все. Есть, как бы, какая-то вот такая, не трансцендентальная, как бы уже, да, а просто вот такая сверхинстанция, объемлющая, бесконечная. Абсолют. Абсолют, да. Вот. Которая просто выбирает себя все эмпирическое и выбирает себя... Ну, ладно, мы опять, в частности, немного уперлись. Вот. Теперь возвращаемся опять к Гейгелю, потому что нам очень важно, вот, вот, как обосновывается, почему все-таки восприятие должно быть первым, и никакой чувственной достоверности не существует, да, или это позиция искусственная. Может, она существует, но только как искусственная, редуцированная позиция, да, все равно первичная позиция, феноменологически первичная, является восприятие. Для этого надо обратиться к чувствной достоверности, да, вот, и попытаться понять, как ее Гейгель анализирует. Дело в том, что он говорит о чувствной достоверности три вещи очень важные. Первая вещь. Он рассматривает ее с позиции, что она чувственная, и противопоставляет ее мышлению. Да, вот если, как бы, чувствная достоверность, она является чувствной, противопоставляет мышление и говорит поэтому, что чувствная достоверность должна постигаться без помощи понятия. Это первая позиция. Вторая позиция. Он говорит о том, что эта чувствная достоверность является чем-то непосредственным и противопоставляет ее опосредованию. Тем самым, как бы, косвенно указывая на то, что всякое опосредование есть опосредование понятия. И вообще, говоря, является некой редукцией к всеобщему. Поэтому чувствная достоверность должна доставляться чем-то непосредственным. И третье. Чувственная достоверность является единичным. Да, то есть прямая противоположность есть между единичным и всеобщим. То есть три различия вводятся, причем на одной стороне чувственное, непосредственное, единичное, а на другой стороне на стороне мышления это понятийное, опосредованное и всеобщим. Теперь мы смотрим, как генерал обосновывается. Давай сначала разберемся с этими тремя вещами. Смотри, получается, что сначала посмотрим различия непосредственные, а после этого. Феноменологически, даже безотносительно канты или безотносительно восприятия, нам не узнать. Нет, феноменологически нам дано сразу многообразие. Это да. А Гигель считает, что почему многообразие не дано? Потому что он считает, что многообразие – это есть уже опосредование. Потому что всякий раз, когда у нас есть много, то мы берем нечто не только как нечто, но и как отрицание иного. Всякое определение есть отрицание. То есть даже если мы бы домыслили некое опосредование, которое как условие возможности делает возможное восприятие, нам его феноменологически не схватить. Нам не схватить, как мы опосредуем холодное от горячего, чтобы почувствовать теплое. Мы просто чувствуем теплое. Мы должны как-то понять, откуда мы должны двигаться. Если мы двигаемся от феноменологически к первичному. То есть многообразие ощущений, как у Канта. У Канта в срицании дано многообразие ощущений. Это же все-таки более феноменологически первичное, чем считать о том, что никакого многообразия не может быть дано чувствной состояние, а чувствительное состояние давно только непосредственно. У него ведь... Смотри, тут в чем проблема. Проблема состоит в том, что изначально Гегель исходит из некологической позиции. Дело в том, что только в логике нельзя определить нечто, иначе как через свой контекст. Именно в логике всякое определение есть отрицание. И именно если подходить с позиции логики, то с позиции логики и видеть это многообразие с позиции логики, накладывать как бы логику на многообразие, только через эти логические очки мы можем считать, что многообразие недоступно чувству, потому что оно есть опосредованное. Но реально-то ведь многообразие есть феноменологически, если мы отбрасываем всякого рода предпосылки, всякого рода теории, и пытаемся увидеть так, как оно есть. Но тут можно как бы еще и по-другому сказать, в духе вот этих французов, что вот это различие в этом многообразии, оно как бы первичнее, чем тожество. То есть, если как бы вначале лежит логическое тожество, которое внутри потом разбивается, путем опосредованных каких-то вещей, то тогда как бы это вот ситуация Гегеля. Если же у нас есть многообразие, которое в себе уже различное, и как бы это различие как бы первично, ты, между прочим, очень правильное замещение сделал. Дело в том, что это именно так и есть. Именно в этом и состоит критика Гегеля, что есть различие, которые первичнее всякого тожества. А для Гегеля любое различие есть различие внутри некого основания, то есть некого тожества. Да. Для Гегеля всегда так, потому что он как бы исходит изнутри логики и в мир выходит. Он не пытается феноменологически мир постигнуть, как он есть, а потом выстроит логику, да, не обратный путь он делает, а он изначально сидит в логике и пытается логику спроекцировать также на некое первичное основание, да, и высветить как бы логикой нечто первичное. Но если мы это понимаем, то вот это вот различие опосредованно и непосредственно, оно снимается. Потому что различие никакого отношения не имеет к различию чувства и мышления. То есть вот здесь чувство и мышление, оно не разбивается так, как непосредственное опосредование. То есть это различие снялось. Второе различие – различие единичности и всеобщества. Опять же, что это за различие? У него получается, что, ведь ладно, допустим, когда разговор идет о единичности предмета. ведь он единичность предмета понимает как точку более менее понятно и банально естественно это всех на удочку берет он же как понимает единичность предмета точку в пространстве точек у него есть модель в одном из его построений чувством достоятельности он говорит о том что точка в пространстве точка потом как доказать что единичность не существует потому что точек же не точки не существует единичность как бы есть нечто исчезающее и ее истины является еще что то всеобщее так он доказывает фактически если посмотреть такое казусное доказательство но хорошо если предметом поступить можно в математике существуют точки тут как бы вроде как возразились что интересно математика гораздо богаче Есть же пространство точек, не в смысле континуального, а в смысле дискретного. Есть пространство слившихся точек топологических, чего только нет там. То есть, вот этот континуум, который он берет в качестве метафоры, это есть, ну, как сказать, всего лишь одна из возможностей. В общем, континуум исчислимый, насколько я понимаю. Да, у него, кстати, примитивный пример там, конечно. Да, у него там как раз... Не, ну, он как бы адекватен своему времени, скажем. Да, 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 это надо понимать. А с другой стороны, он берет вторую сторону чувственного социальства, которая является сторона субъективности. У него там есть это и это, то есть единичный субъект. Только вот единичный субъект не может быть точки, это же глупость какая-то. Что это такое? Как это можно понимать? Он ведь, на самом деле, даже этого не замечает. Но у него получается, что единичный субъект есть тоже некая точка, которая точно так же оказалась. Ну, практически у него получается, что единичный субъект есть тоже некая вещь, потому что он же говорит, этот вчера не тот же, что этот сегодня. Вот, он такие различия устанавливает. Нет, у него два этот плывет, есть этот, который дом, и этот, и другой этот, который... Да, ну, или так, да. Не-не, он так не говорит как-то. Если бы он так говорил, тогда бы просто выкрутить голосование. Хорошо, ладно, 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 да. Ладно. Это уж совсем примитивно. Я с примитивом ничего не знаю. Хорошо. Этот, который дом, ну, иными словами, как бы у него вот это вот тожество восприятия этим не удерживается. Ну, правда, надо сказать, он это делает сознательно, он же хочет, чтобы вот это тожество удерживалось всей структурой целой. Ну, собственно, как бы всеобщим понятием, так сказать, вот этого отношения сознания. То есть он не может центр тяжести перенести на этот субъект, на этого. У него действительно один этот, это будет этот, который дом, другой этот, который ночь, третий этот, который дерево. Вот, и нельзя на них основать, как хотел бы Карт. Он сознательно на это идет. То есть можно было бы, то есть он же как бы начинает с вещи, как наивный, так сказать, этот непосредственный мыслитель. Вот, потом как бы отшатывается от нее, потому что она меняется. И как бы встает на позицию Канта. Я помню, да. Вот, потом он усомняется и в этом. Вот, и для него как бы тождественной и вот такой сохраняющейся остается структура. Но, собственно, он и добился того, чего хотел. Структура, как бы, да, вот эта форма, форма, да, форма. Вот, ничего эмпирического там не осталось в форме. Она стала как бы тождественной и сохраняющейся, и тем, что как бы перекачивает в следующую главу. А все, а весь эмпирический прах можно, так сказать, уже отрифнуть. Ну, иными словами, он отрицает, действительно, как мы говорили, эмпирическую всеобщесть. Мы сейчас про всеобщность говорим, да? Тут важно, подожди, вот ты как бы, это, тут важно что? Просто, что даже если субъект эмпирический, он все равно сохраняется, он не точка, все равно. Какой бы субъект ни был, будь он эмпирический или всеобщий. Ведь что такое всеобщий субъект? Это же не другой субъект, это некие существенные научные понимания этого же самого эмпиричного субъекта. Ну, какая-то форма его. Ну, кто-то говорит, динатат у них один и тот же, динатат, а то является человек, понимаешь? Чтобы эмпирический субъект взять во всей своей многообразии, в том числе и со стороны своих случайных характеристик, а всеобщий субъект взять только с одной стороны, а именно с познавательной стороны, со стороны знания, только со стороны своих существенных характеристик. Но, ведь это один и тот же субъект в каком-то смысле, то потому что один и тот же динатат у них. И поэтому империйский субъект точно так же себя сохраняет. И всеобщий субъект точно так же себя сохраняет. Поэтому нельзя рассматривать империйский субъект... Он не так пишет про то, что он себя сохраняет. Мне кажется, это кантовский просто разговор, а у него его нет вообще. Никак, он потом уже не является самосознанием. Конечно, сохраняет себя. У него дело в том, что он вообще так не пишет, как я говорю. Но что, сохраняет себя или не сохраняет. Потому что если бы он это написал, действительно, разговор стал бы сразу кантовский. тогда как сразу было развея это единичество этого и это и единичество она была бы разной природы было бы сразу видно это и все расстояние разрушилось где видно было бы где центр тяга но но у него позиция сознания есть одновременно позиция самосознания разума и всего в себе сознание имеет все формы уже они потом просто раскрываются точно так же как и позиция предмета она все формы внутри себя имеет только она просто раскрывается по мере движения от одной формы к другой поэтому сознание сохраняется конечно если оно в себе но вопрос как бы опять же разум то это эмпирический какой то разум понимаешь конкретного человека действительно для нас там выступает конкретный человек разум или это вот как бы мышление такое разлитое по миру понимаешь и сознание точно так же это является понятием может быть как бы понятием сознания может быть просто к тому что может быть я сейчас немножко как бы может вообще фантазирую да но может быть вот эта ситуация этот который дом и этот который дерево говорит реально про двух разных людей реально про двух разных людей вот просто про тебя ты видишь дом и про меня который видит и при этом как бы он из этого нет и между нами нет никакого тождества субъекта ты видишь дом я вижу дерево вот но тождественна наша структура восприятия которую он как бы и вытаскивает и это и есть как бы всеобщий субъект там какой-то нет так было бы просто логично переходить как бы к этому его абсолютному богу понимаешь а как чувственные достойности сразу к абсолютному богу но он не не сразу да но как бы над его чувственное достоверие это достоверность является некий при сам первом как бы предварительным как бы движение который только на стороне которого надо обосновать все почему нужно просто это движение не является необходимым потому что она первая она является темнота являющихся явлений чем-то чем-то являющимся и поэтому гегель здесь рассматривать все возможности какие существуют он говорит вот есть чувственная достоверность да помимо sudden агрозы которые там встречаются мы также обнаружены различие а именно это и это и поэтому мы должны попытаться как бы понять на самом деле где находится вот это вот непосредственность и у него есть три гипотезы где она находится первая гипотеза по различию это участвует двое первая гипотеза что непосредственность есть непосредственность предмета Вторая гипотез, что непосредственность, есть непосредственность видения, слышания, то есть непосредственность я этого или субъекта. И третья непосредственность, есть непосредственность всей ситуации в целом. Если ни один из моментов не дает нам непосредственность, то непосредственность можно еще мыслить так же, как и непосредственность всей ситуации в целом. Эти три варианты исчерпывают все возможности логические, какие мы можем рассматривать чувствную достоверность. И он поэтому всех исследует. Когда он переходит потом к восприятию, он говорит восприятие, что вот теперь мы перешли к восприятию, и наш переход к восприятию не является уже чем-то произвольным переходом, а необходимым, он получен из предшествующего состояния. И поэтому мы уже здесь не должны придумать наши выдумки какие-то, что там можно было бы в восприятии сказать, а должны брать его так, как оно получилось, из предыдущего состояния. Но там вот в этих придумках он же все-таки отталкивается от одной и идет к другой. То есть это не просто перебор равных. Нет, он берет и говорит, давайте посмотрим, что означало, что вещь является непосредственностью, непосредственностью предметом. Приходит противоречивую. против抵鯓 Bert хорошо не получасся давайте считать непосредственно сеть последний день я слышали как да приходит к логическому не был ярким进 upshirt когда четко и так что у? Асталось еще остало заído непосредственно сказать непосредственно стоимость своего опыта вплоть до цело уведяются с непосредственностью как у�ю снепонcost но согласно идею каждая форма seria вace целой Она сама не распадается. То есть ты не считаешь, что он приходит к этой третьей ситуации и третью ситуацию выделяет из первых двух? Нет. И отдает ей предпочтение? Просто говорит, что ее истина, это как бы истина всеобщая, потому что в ней... Все правильно. Только другое дело, что он говорит, что в чувственной достоверности непосредственность является историей этого достоверности. То есть чувственная достоверность держится само себя благодаря своей собственной истории. Понимаешь, есть некое переживание поток. Вот оно есть просто переживание и все. Вот есть некое чувство, ощущение, которое мы проживаем. Есть некое ощущение, которое мы проживаем. Он говорит, что нельзя здесь выделить ни предмет, ни субъект выделить. Просто целиковый опыт, цельный. Который удерживается непосредственность. Потом он говорит, что несмотря на это, непосредственность этого цельного опыта все равно является всеобщность. И он переходит к следующей форме. Не сознание переходит. Ведь сознание не знает, как с ним опыт совершается. В ведении к пеномологии духа он пишет о том, что переход от одной формы к другой есть то, что происходит как бы за спиной сознания. Эта связь между разными формами есть то, что он добавил процессу. Что в самом процессе, в самом сознании, которое сейчас в процессе, этого не знает, как это происходит. Потому что сознание, когда переходит от чувства и цельского восприятия, когда сознание на деле понимает, на самом деле, что его истина есть всеобщая, а оно хочет принять единичное, когда оно понимает, что его понятие не соответствует предмету, оно уже в восприятии. Есть восприятие. В чем отличие чувственной достоверности от восприятия? На самом деле, в смысле своей содержательности, эти позиции одно и то же. Разница состоит в том, что в сознании есть разная установка. Сознание в чувственной достоверности хочет принять единичное, а сознание в счет восприятия хочет это согласно принять всеобщее. В этом только разница. И поскольку всеобщее согласно принятие, мир становится миром вещей. А в чувственной достоверности, поскольку оно стремится принять единичное, а всякий раз получает всеобщее, то всякий раз она убеждается на деле, что не может принять то, что хочет принять. Вот в чем проблема. То есть чувство, достойность и восприятие – это две позиции одного и того же, разница между которыми состоит в установке сознания. Но есть еще вторая разница, состоящая в том, что в чувстве, достойность сознания единична, а восприятие сознания является всеобщим. Но вот это вот различие, как я утверждаю, есть различие, которые у Гегелем не обоснованы. Вот как раз это различие не обосновано. Почему не обосновано? Потому что единичное сознание точно так же сохраняет себя. То оно точно так же является всеобщим. Только не в том смысле всеобщим, как научное сознание, а всеобщим в смысле тождества. Оно является тождеством самосознания. Мне это видится, я говорю, немножко иначе. Я повторюсь, мне это видится, что он внутри этой чувственной достоверности, как раз переходя от непосредственности объекта, от непосредственности субъекта к ситуации в целом, вот делая этот переход к ситуации в целом, он уже как бы переходит от единичности сознания к всеобщности сознания. Он уже говорит, что как бы... Потому что, ну, опять же, единичное сознание, его истина во всеобщем сознании. Нет, как раз с сознанием это не так. С предметом это так. С сознанием нет. Единичное сознание и всеобщее сознание различаются не так, как единичные предметы и всеобщее предметы. Это разные различия. Потому что разница между то, что единичное сознание и всеобщее сознание имеет один и тот же динатан. А единичный предмет это точка, а всеобщий предмет это вещь. Это совершенно разные вещи. Словно говоря, единичное. Это всеобщее. Это как бы понятие, а единичное это как бы то, что подводится под это понятие. А сознание единичное это не единичное. Для того, чтобы это понять, можно сказать так. Есть сознание, оно является неким тожеством и единством. Ему не противостоит. Вот этому сознанию, которое является тожеством, ему никакая единичность не противостоит. Что значит единичное сознание? Единичное сознание – это означает, что у этого сознания он может ошибаться, оно может иметь страсть. Никакого отношения к различию всеобщести и единичности оно не имеет. Различия их проходят по-другому. Одно сознание всеобщее – это сознание, которое, может так, общее всем сознанию. Это некая научная выжимка из того, что представляет собой сознание. То есть сознание, взятое в разрезе научности. Я не уверен, что это так. Мне так кажется, это как раз как пространство. Мы говорили, что есть пространство, в котором осуществляются акты различные. Допустим, у акта есть субъект, источник. Вот может быть из одного источника много разных стрелочек. А Гегель переходит от стрелочек к пространству. Ну так понимается. И в этом вас осуществляет переход от единичного сознания к всеобщему. Ну точно так же нет. Ну хорошо, допустим, мы сознание на секунду оставим и представим себе разговор про мышление. Есть, допустим, эмпирическое мышление, твое мышление, а есть как бы мышление, так сказать, вообще как сфера мышления. Вот. Вот это различие как бы понятно. Мне кажется, он как бы переходит как раз в таком же духе. Правильно. В таком же духе он и переходит. Все правильно. Да. Но только это разница между единичной вещью и вещью как понятием. Это совсем разная же вещь. Есть единичные и чувственные вещи. А есть как бы вещи, это понятые как понятия. А если мы, так сказать, допускаем в существовании самостоятельно эмпирических вещей, то да. Еще раз, если мы не стоим на позиции Гегеля, конечно, это разные вещи. Но если мы стоим на позиции Гегеля, то эта эмпирическая вещь, это всего лишь как бы, ну как бы... Согласно Гегелю, эмпирические вещи это уже понятие. То есть не эмпирическая вещь. Это правильно. Эмпирическое... Слово эмпирическое это где-то термин, это кантовский, а не... Кантовский, да. Единичное. То, что эмпирическое понимает слово Канта, у Гегеля называется единичное. Вот есть нечто единичное. Даже не вещь, а просто нечто. Нечто единичное. Да. А есть как бы вещь. Так вот вещь уже есть понятие. То есть как бы... Понятно, что она является, это понятие, чувственным. Потому почему? Ну потому что это как бы понятие спроектированное в мир. Вот я вижу стул, да, я спроектировал понятие стула на нечто, что я вот как некий профиль вижу, да. И как бы понимаю, что это такое. Я одновременно и вижу, и понимаю. То есть я спроектировал понятие. Вот согласно Гегелю так дело происходит. То есть понятие спроектировано. Поэтому как бы вещь представляет собой понятие. А когда мы говорим о субъекте, не так же происходит дело. Есть единичный субъект, в том смысле, что субъект во всем своем многообразии, в том числе и никакого отношения к научности не имеющего. И есть всеобщий субъект, который берется только со стороны своей существенности по отношению к тому, что называется познавание. Что такое всеобщий субъект, в принципе? Это субъект, который для всех одинаковый. Какой-то такой модель субъекта, если можно так пользоваться. Если есть некая научная модель субъекта, то это вам пора. Нет, хорошо. А нельзя сказать так, вот ты говорил, что есть понятие вещи. Это есть понятие субъекта. И вот оно спроектировано на конкретную вещь. А теперь представь себе, есть понятие такой ситуации сознания, ситуации сознания, ситуации соотнесенности. И вот эта ситуация проектируется на эмпирическую ситуацию. Это понятие этой соотнесенности проектируется. Правильно. Ты хочешь сказать, что всеобщий субъект, всеобщая субъекта. Это понятие. Да. Так и есть. Да. Ну так и есть. Правильно. Но согласись, что понятие связано с тем, о чем это понятие. Понятие же оно не самостоятельное, как угодно. Например, есть понятие рода кошачьих. Оно же непроизвольное какое угодно. Ну понятие стула, допустим, непроизвольное. Да. Оно непроизвольное. Оно связано... Нет. Понятие стула это не подходит здесь. А почему? Ну потому, что можно сказать, что понятие стула мы когда-то придумали. А понятие кошачьих мы не придумали. Как это не придумали? Ну потому, что они, кошаки, это есть рот. Придумали. Придумали, потому что мы можем решать, кого туда включать. Кого включать в рот кошачьих? Только котов или еще тигров? Да. На самом деле, когда Гигель жил, удивительно он предвидел. Потому, что тогда можно было защищаться, как ты защищаешься. Говоришь, что можно включать, можно не включать. Сейчас же есть генетический код, где совершенно четко видно, что они один род, а это уже другой род. Вот что интересно. Но это уже не философский аргумент, естественно. Дело не в этом, даже если нельзя точно сказать, как кошачий конкретный экземпляр какой-то стоит, непонятно к чему его относить. То ли кот, то ли собака, то ли еще что-то. Из этого никак не следует возражения. Почему? Потому что мы говорим о том, что существуют роды и виды животных и растений. По отношению к другим каким-то существам мы же точно знаем, какого он рода и вида. Ну, может быть, там некоторые сомневаются. Хорошо. Даже если... Не важно. Достаточно даже... Поцаривающийся цветок. Важен сам смысл, о чем я говорю. Разговор идет не о границах каких-то, а о самом смысле, что есть некие понятия, которые сами по себе понятия, которые мы не придумали, а которые мы абстрагировали. Точно так же субъект – это абстрагированное понятие. Мы его не придумали. Они просто так взяли и вот так и придумали. Поэтому всеобщий субъект – это есть некий субъект, который абстрагирован из того, каким субъект на самом деле есть. У Гигеля разве есть такое абстрагирование понятия? Есть, да? Конечно. Я просто пытаюсь понять, мы сейчас в его русле движемся или как бы критикуем. Вот в чем все время сложность состоит. Да. Потому что если можно же как бы изнутри попытаться… Могу сказать, что сложность создается следующая, действительно, что излагаясь… Тут, во-первых, существует по крайней мере два уровня терминов. Во-первых, уровень терминов самого Гигеля. Второй уровень терминов, которого как бы… В контексте вообще философии немецких, это практически его погружало. Лучше называть наши термины. У нас есть свои собственные разговоры термины возникают. Мы пытаемся перевести на наши термины то, что в своих терминах говорил Гигель. А так как, на самом деле, наши термины не всегда отличаются от Гигеля, то возникает путаница действительно. То ли мы говорим о Гигеле, то ли мы говорим уже со своей позиции. Это неизбежная вещь. Надо, на самом деле, просто уметь… Самое главное – уметь различать смысл. А там уж слова как-нибудь потом подберутся. Смысл в чем застает? Что различие единичности и всеобщности по отношению к этому, по отношению к предмету, иное, чем то же самое мы говорим о различной единичности и всеобщности по отношению к субъекту. И поэтому, когда переходят от чувственной достоверности к восприятию, то есть от принципа единичности к принципу всеобщности, да, в принципе, то этот переход неравномерно происходит относительно предметов и относительно субъектов. В этом проблема. Переход возможен был бы только в том случае, если бы и предметы, и субъекты переходили в одинаковой форме, то есть по одинаковому правилу. Потому что критика у него единичности в чувственной достоверности происходит по отношению к предметам и субъектам. Одна и та же. Он указывает, что в языке нельзя высказать ничего единичного. Это относится как к единичности предметов, так и к единичности субъектов, то есть к единичности я. И тем самым он переходит к всеобществу. Но этот довод, понимаешь, довод этот может работать только в том случае, если переход как бы от единичности к всеобществу предметов и субъектов происходит по одинаковому правилу. Если в принципе различие единичности и всеобщести и там и здесь одно и то же. Но оно не одно и то же. Если мы понимаем, что оно не одно и то же, то тогда различие в чувственной достоверности, единичности и всеобщести есть тоже некое внешнее различие, не имеющее отношения к самой чувствной достоверности. Тогда в чувственной достоверности остается единственное различие. Было три различия. Сталось единственное. Различие между чувством и не принимать без помощи понятия. понятие но это различие между чувством понятия но точно также есть и восприятие то есть тогда получается что это следует просто схлопывается восприятие и все и нет никакой чувство достойно само по себе потому что чувство достойно отличалась от восприятия только тем что тут было непосредственность очевидно заставить целеполаганием целеполаганием сознания но установка как бы если говорить по внешней стороны то можно сказать так что вот это все было непосредственности и была единичность восприятие было всеобщность и опосредование но при и все это мы снимаем то тогда остается только чувственность но чувственности восприятие чувств причем что вообще как бы если мы такое дело сейчас поняли возникает вопрос если сознание действительно бывает хочет принять единичное оба но бывает это получается вполне реальной ситуация. Вот такой модус восприятия, он возможен. Только не первичный, а из восприятия. Это специальный, специфический модус. Может быть. Тут вообще возникает вопрос собственно иерархии этих форм. Они не становятся формами какими-то последующими. Это просто возникает опять же может быть какая-то игра установки. В движении прогресс выстроенной формы. Это уже внешний разговор. Мы стремимся принять как бы единичное, не получается. Принимаем все общее, но потом снова почему-то стремимся принять единичное. Или как-то вот так. Ну как бы так сказать так, что нет вот этого никакого восходящего движения от более низших форм. Нет, просто нет. Возникает как бы история вот такая, сознание. Историчность. Потому что вот как там Деррида говорил про любовь. Что вот как бы что такое историю любви. Это вот когда так сказать мы то воспринимаем человека как вот этого так сказать единичного, уникального, то как бы смотрим на его качество. Вот. И завооружены так сказать его всеобщими этими качествами. Вот допустим он умный, он не знаю там добрый, еще что-то. Вот. Но этого как бы недостаточно. Вот. Мы вроде как бы стремимся к другому. Но потом снова возвращаемся к этому и так далее. То он не меняется слишком долго. И остается все тем же самым как бы с теми же самыми качествами. Это нас не устраивает. Вот. То он меняется. Это нас тоже не устраивает. И так далее. То есть вот эта игра как бы единичного и всеобщего вот. Устремления. Она присутствует как бы в отношении ну там не только к вещам, но и к человеку. уже можно применить. И поэтому получается, что вещи можно уже мыслить. И поэтому у Гигеля правильно сказано, что рассудок является воспринимающим рассудком. Это как раз все правильно. Другое дело, что это понимать надо не так, как понимается у Гигеля. Понимаешь, у Гигеля получается, что вообще мышление из самых истоков стоит. А мышление стоит не у истоков. Что на самом деле есть две как бы сферы. Получается, что мышление это возможность просто. Вот одна из двух возможностей. Одна из двух возможностей. Как два целеполагания, установки сознания, как ты говоришь, да? Нет, ну самые... Различные. Нет, как бы я про установки говорил в том смысле, что чувственные достойности схлопнут к восприятию. Тогда остается только восприятие и сфера мышления в собственном смысле. То есть восприятие, как бы сфер, это мир вещей и сфера мышления в собственном смысле. Тогда они сдвигаются друг к другу и представляют собой некую вот эту вот двухслойную сферу языка или в двухслойную сферу мира в целом. И все превращается в то, что можно было бы сказать постклассическую философию. И мы на самом деле двигаясь собственно как бы в пределах классической философии, переходим в постклассическую философию без всяких скачков. Мы просто как бы организуем критику, имманентную критику, которая состоит в том, что всеобщество просто различается от разных видов всеобществ. И соответственно этому различию все сдвигается. Причем как бы самое интересное, что это есть уже сделано у Канта, но Канта это сделано немного непоследовательно. Вот и все. Мне кстати вот почему-то понравился термин эмпиричное, потому что вот я говорил когда про знак. Ну потому что есть апостерерное и венчис. Я просто когда говорил про знак, там говорил, что вот это как бы у него есть идеальная сторона и реальная. Вот реально это как бы не очень красивое слово. Вот правильно сказать, что вот это вот фонема, вот это вот как бы означающее, оно именно эмпирично. Вот это правильно. И тем плохо как бы знак для всего там, ну для всего, что сторонится эмпиричности, потому что он как бы пачкает, так сказать, он может запачкать. У Канта же главное различие это априорное и апостериорное. Они как бы в наших термах эмпиричные и трансцендентальные. Вот есть как бы трансцендентальная сфера, а есть и сфера эмпирическая. Есть как бы сфера априорная и сфера апостериорная. Как бы вот у него или сфера субъективная, или сфера, собственно, объективная. Просто тот же, допустим, гусарь, когда он там пытается построить вот эту свою феноменологию как строгую науку. Ему нужно как бы, так сказать, дескриптировать все эти феноменологические наблюдения. Ему нужно как бы каким-то образом их записывать. Ему нужен знак. И вот для него большая проблема сделать этот знак как бы свободным от эмпирики. Чтобы он, так сказать, чтобы не было никакого вот этого эмпирического королята. Чтобы была просто идея означающая. У него буквально так и есть. Представим себе знак, у которого есть как бы идея означающая. Мы помыслили какое-то слово, но даже его не произнесли. Даже оно никак не звучит. Мы просто как бы вот нечто примыслили. Субстант. И как бы внутри себя проговариваем то, что видим. Мы как бы внутри себя обозначаем некий феномен, неким знаком, который реально даже как бы не обладает никаким эмпирическим вот этим означающим. Вот. Но это как раз предмет критики, как бы это феноменологии. Потому что как бы мы этот знак потом сами же и узнаем. Вот насчет дискрипции. Между прочим, укусер для дискрипции только в том случае, возможно, если существует языковая практика, в котором еще нет понятия. Вот понятия не в том смысле нет, что его вообще нет. А в том смысле, что вот еще к мышлению не перешли. Поэтому он хочет весь знак этот как бы придумывать сам. Зачем вы придумаете, если есть язык? Вот я, например, что как бы для меня очень важно теперь, да, очень важно понять, существует ли язык, который является домышлением. Вот есть собственно мышление, да, и есть собственно логическое, да. И что такое логическое? Ведь логическое слово логос. Логос это слово или смысл. И логическое это на самом деле взятое из языка. Это некая выжимка языка. У языка есть некая логическая, да. И это логически, это есть некая одна только из функций языка. Но сам язык-то он богаче, чем логическое. Ведь мы же понимаем, что логика это нечто как бы специфическое, как бы нечто только самое такое предельное, да, в языке. А ведь в языке очень много чего есть. Так вот я хотел просто... Если в языке существует языковая практика, которая как бы еще без мышления, не в том смысле, что мышления там нет, мышление всегда присутствует где-то может быть на горизонте, потому что язык мышления подключает. Я думаю, что если вот в качестве примера вот это различие родов и видов... Поэтический язык. Вот поэтический язык что-то высказывает, понимаешь, он может ничего не значить, а просто как бы вот некое поэтизирование, понимаешь. То есть... Поэтический поэтизирование. Как бы словами, которые, ну, как бы сказать, стоят в одном ряду. Ну, как вот там, допустим, помнишь, Игорь говорил, идея дерева и дерево, вот, они рядом. Вот. Или, допустим, там, ну, это уже как бы умствование и исхищрение на эту тему, да, вот какой-нибудь Борхес, когда он составляет какой-нибудь там список, да, каталог, да. Да, вот, ну, вот что-то подобное, да, что-то, как бы, ну, не логичное, да, а скорее, как бы... Ну, я понял, что... Дело в том, что тут чё, это... Я понял, что ты к чему-то клонишь, но я-то хотел сказать немножко другое. Я хотел сказать не то, что там прямо логики нет, а я хотел сказать, что... Что когда мы сферу логическое из языка вынимаем, как вот пытается это сделать Гегель, да, то это всегда есть некое насилие, неестественное насилие. Требование научности быть может, да, там, когда есть какая-то цель, но это на самом деле не является правильной вещью, потому что это как бы... Как это называется? Это то, что вот буквально в смысле называется редукцией. Но против насилия. Нет, это то, что называется редукцией, редукцией. Что такое редукция? Редукция? Скажем, когда это, да. Скажем. Что такое редукция? Это когда берется что-то, какая-то односторонность и выпячивается, да, гипертрофически выпячивается. У Гегеля логика выпечена, да, и поставлена в качестве основания всего. У него же не просто... У него же как получается? Все сведено сначала к мышлению, а потом мышление полностью сведено к логике. И вся редукция получилась так, что весь мир есть не что иное, как логика. И более того, он логикой называет Бога, но не мудрено, что Бог создал весь мир, да. Как бы все редукцировано к логике. То есть полная редукция происходит к логике. Все. Но ведь мы сразу же можем возразить это эмпирически, что у нас есть эмоции, есть многообразие чувственного мира, чувственного опыта есть и много чего, да. Там у нас есть искусство, религия, а все равно все это как бы сведено к логике. Редукцировано. Так вопросы ставили? Я-то как ставлю вопросы? А может быть, на самом деле, вот эта редукция к логике, это ошибка, существенная ошибка. Потому что когда мы пытаемся произвести такую редукцию, которая непонятно, от чем обоснована, а почему мы должны так делать, зачем? У Гигеля понятно, зачем это делал, он пытался доказать бытие Божие. А вообще, откуда берется требование такой редукции? Мы же на самом деле при этой редукции теряем все. Может быть, самое существенное и самое главное мы при этой редукции это все и теряем. Конечно, может быть, я не знаю, есть какие-то требования научности создавать формальные системы, да. Например, создавали же в логике формальные системы. Они-то для чего-то нужны. Но ведь при такой редукции вся содержательность мира теряется. Остается нечто только наиболее пустое. То есть, понимаешь, нельзя потом говорить, что при такой редукции мы сохранили всю существенность. Ведь у Гигеля ведь как раз говорит о том, что мы каждый раз... Что содержание. Да, мы, переходя из формы с формы, отбрасываем несущественное. Отбрасываем несущественное, отбрасываем. И в итоге получаем абсолютную идею, да, самую существенную, которая есть. Которую представляет собой потом, как выясняется, там, некий остоп логический. Все. Вопрос вводится о том, что при таком отбрасывании мы не выбросили вместе с водой ребенка самого. Мне кажется, что выбросили. И что философия, когда пытается теперь восстановить уже, вот как вот это делает Хадеггер, да, изначальные истоки вопроса быть. И он ставит там, все пытается заново выстроить. Она пытается обратно вернуться. Ну как так вот? Гегель дошел до некой предельности, да, как бы, тем самым, как бы, философия, как бы, свел все к логике. Все. Философия не стала. Два способа есть расправиться с философией. Это способом Канта и способом Гегеля. Не слово про секс. Про секс. Ничего. Ничего. Нет, ну как вот. Способом Канта как получилось? Канта это посчитал, что, как бы, метафизика невозможна, потому что невозможны синтетические суждения априори в чистоте мышления. Тем самым метафизика имеет только регулятивное значение. Она, на самом деле, не представляет собой, не добывает новое знание. То есть она, на самом деле, как бы не существует. То есть то, что можно назвать метафизики, вот там некий регулятивный принцип. То есть разум, он и регулятивен, ни в коем смысле не синтетичный. Это вот так с метафизикой расправилось. А Гегель другим способом. Да, он вроде как доказал, что метафизика возможна. Он свел ее к логике, и все. И тем самым, как бы, опять не стало метафизики. Опять же ведь не стал. Он фактически показал. Нет, он фактически показал, на что способна эта логика, на что способен разум и как бы и все и больше он ни на что не способен самое интересное что действительно с точки зрения Гегель завершает философию в каком отношении он же говорит про логику в некотором отношении действительно логических форм не так много однажды их условно вот например Арисотель в свое время построил свою предикативную логику и с тех времен она не очень сильно изменилась потому что там не еще больше сказать просто логика она и есть логика только возникли другие формы логики возникли конечно а предикативная логика как она была так она и осталась все эти правила до сих пор немножко сейчас от под以огативной логики немножко по-другому излагается но тем не менее после них была логика придуманная философией пропозициональна логика опять же стояки и как ее сформулировали сейчас не немногим больше формулировали может там какие то может быть немного строже, что-то там, может, еще там более точно и так далее. Пропозициональный логик сформулирован стойко. И так далее. Все, что касается логики, там, как правило, сразу приходит к конечным формам, и сказать ничего там нельзя. Так устроена логика. А вопрос-то ведь идет о том, на самом деле, что придя к такой логике, завершил ли он философию-то? Какое отношение его к логике имеет к философии? Почему мы считаем, что когда он все содержание мира, все богатство мира редуцировал к логике, и почему мы считаем, что тем самым это произведено нечто? Мне кажется, на самом деле, ничего не произведено, а просто допущена такая ошибка логицизм. Все сведено к логике, и тем самым все содержание утеряно. Все содержание просто утеряно, и все. А где само-то содержание? И вот когда Хайдегер начинает теперь разговор, как бы, уже опять же заново, забытие, когда мир опять становится миром вещей, только уже он пытается рассуждать о том, что мир является не просто миром вещей, и не просто какой-то незаинтересован, не осматривания этих вещей, а мир каких-то подручных вещей, а вот как-то пытается как бы выстраивать метафизику заново, то вот в некотором отношении это ведь откат назад, но с другой стороны это возврат неким более правильным установкам. Вот классическая, тем самым Хайдегер преодолевает классическую установку. Ведь на самом деле эта установка именно возникла, ну, можно сказать, конечно, что она от Декарта возникла, но все-таки на Декарте это не очень заметно. Возникла она от Канта. Фактически она возникла от Канта. И Декарте на самом деле завершает просто интуиции, которые устанавливает Канта. Просто их доводит просто до логического предела, и все. Все свелкнуши. Именно до логического. Да. До логического. Так вот, я говорю, теперь к вопросу о том, когда мы же все-таки сознанием занимаемся. Несерьезно тебе настроить. А? Нет, почему? Мы занимаемся сознанием. Так пока разговор идет о следующем. Есть ли теперь, да, вот в этом переходе. Мы понимаем, на самом деле, что в мире есть мир вещей, да, и как бы в этом мире вещей еще и мышления нет, да, что мышление потом возникает, оно может возникнуть, то как бы и разговор о сознании становится другим. Значит, есть такое некое, понимаешь, тут ведь служба всегда в чем состояла? Служба всегда состояла в том, что как было к сознанию подойти. Потому что так много завалов всякого рода, там, классической философии, да, и постклассической философии, что там начинаешь говорить о сознании, а у людей уже выстроено некое, ну, в голове уже некое представление о том, как оно должно быть. Не как оно есть на самом деле, феноменологически, а как оно должно быть. Оно должно быть так вот, а не иначе, там, формы должны быть априорные, формы, там, сознание должно быть мышлению, ровно, меня даже сумасшедшим посчитали. Игорь. Неважно. Просто сам факт состоит, что это, вот когда мы подходим к сознанию уже с позиции с этой, я теперь понимаю, почему мышление отличается от сознания в других темах. Оно потому и отличается от сознания, что мышление это только способность. Слушай, а вдруг меня тоже почитают сумасшедшим. Явно не считаю. Мышление это и чувствую, это есть только способности, а сознание, оно присутствует и там, и здесь. Сознание есть субъективность, собственно. Сознание это и собственное есть я. Я сейчас не высказываю какие-то строгие, мы же договорились о том, что есть, мы двигаемся в некой симптоматологии, поэтому мы говорим, что есть некие симптомы того, что мы называем в качестве феномена сознания. То есть к нему относятся каким-то образом я, субъективность наша, проживание внутреннего опыта. То есть к нему это все относится. Для того, чтобы, вот я говорю, чтобы к нему подойти, нужно было как-то преодолеть классическую парадигму. Надо было понять, на самом деле, как она преодолевается. Почему возникает переход к москлассической? Если этого не понять, если не осуществить это преодоление, то тогда получится так, что мы просто будем строить нечто еще свое третье. Причем неизвестно, как будем строить. Может быть опять свалимся в Канте, опять свалимся в Гегеля. Понимаешь, надо понимать, на самом деле, что вот эти пути Канта и Гегеля, они уже как бы преодолены. Они преодолены не просто нами, они фактически преодолены. Философия пошла дальше. Сознание. Нет, Хадегер предолен, передоих. Хадегер предолены, они пошли дальше. Надо было понять, как это преодолевается. Принять, исходя, как мы хотели вначале, из парадигмы самой же классической философии. И получается, что если мы сейчас поняли и преодолели, то можно... Можно закончить? Нет. Я не говорю, не серьезно тебе настроить. Сейчас вопрос встает о том, что такое язык, как его надо понимать. Потому что я говорил о том, когда-то, если ты помнишь, что язык мешает мысли. А теперь надо понимать, на самом деле, что возможно не язык мешает мыслить, а возможно... А он Гегель мешает. Нет, а только язык и мыслить. Нет никакого другого мышления, кроме языка. Да нет, я думал, что он Гегелю мешает. Еще раз говорю, что мое сейчас мнение, я не знаю, как к этому подойти, что мы не мыслить. Мыслит язык. Мы не мыслить. А язык мыслит. То есть... То есть... Вы буквально мыслить, что ли? Никто не мыслит. Мыслит только язык. Конечно же, мы, как и живые, и сущие, как бы, мы... Это, да, да, являются для этого языка носителем языка, да, мы, как бы, являемся тем, как бы, теми субъектами, через которые язык мыслит. Но фактически мыслит язык, анимат. Мы, на самом деле, являемся, как бы, проводниками этого мышления. Через нас нечто, которое можно назвать языком, мыслит. Язык сам по себе не является, конечно. Конечно, в некотором смысле можно сказать так. Ну что, ты заменил стихию мышления на стихию языка. Там всеобщее мышление, мысль, а здесь всеобщий язык. Нет, не... Эмпиологического субъекта ты опять куда-то задумал. Ты не понял, что я как раз сказать. Субъект эпидический, все остается. Никакого другого субъекта, статей, никакого всеобщего субъекта нет. И субъект только один эпидический. Это как бы одно... А язык? Вот это и есть тебе всеобщий субъект. У тебя возникает... Ну как, он мыслит. Субъект это тот, кто действует. А, да, получается, да. О, ес! Да, получается, всеобщий субъект стал язык, да. Я тебе говорю, ты тебя занеснул, стих. Вот, ты опять поддался на это, на соблазн. Ну да, похоже на соблазн. Вот поэтому и нужно преодолевать классическое философство, что мы каждый раз будем сваливаться. То есть это в это же различие. Тут же назидательно. Назидание такое. Продолжение следует...